Кто хочет научиться летать, должен сначала научиться стоять и ходить и бегать и лазить и танцевать. Нельзя сразу научиться полету. Вот какой сложный рецепт обрисовал Фридрих Ницше и нельзя не согласиться с ним в оценке сложности предполетной подготовки, особенно зная о том, чем иногда заканчивается неподготовленный полет. Это отточие. Здравствуйте. Большая часть жизни Юрия Ашерова была, наверное, сродни творческому полету, а погубило его непреднамеренное и, в общем, случайное падение. Он упал в техническую нишу под сценой, доступ в которую не был закрыт неким сотрудникам театра, как посчитали в госинспекции по труду. И как раз небрежность этого сотрудника, плюс нарушение техники безопасности и стали вероятной причиной гибели мастера искусств. Юрия Ашеров оправиться от травм не смог, а в причинах рокового падения теперь разбираются следователи. На этой неделе заведено уголовное дело. Надеюсь, его итог будет справедливым. Найти виноватого любой ценой, наверное, важно, но не менее важно не трепать в суе память о большом артисте. Наперекор эпохи хайпа и плясок на костях, когда мало что принимается всерьез. А вот на контрасте о первом последствии совершенно другого дела, касающегося деятеля совсем иного рода. Не публичного, в чем-то даже закрытого, как и вся, впрочем, пенитенциарная, то бишь уголовно-исполнительная система. О работе до недавнего времени первого заместителя начальника УФСИН России по Саратовской области Алексея Рязанцева журналисты знали немного, а о внеслужебной деятельности и подавно. Оказалось, что следователи заподозрили наличие в ней признаков мошенничества, да еще и в особо крупном размере. Представители Следственного управления Следственного комитета по Саратовской области не исключают, что Рязанцев еще в 2012 году незаконно завладел квартирой, находящейся в оперативном управлении УФСИН. В связи с этим в ведомстве на этой неделе было принято решение об увольнении Алексея Рязанцева с занимаемой должности. С сайта федеральной службы информацию о нем удалили. Если вина подозреваемого будет доказана, максимальное оказание, которое может ему грозить, 10 лет лишения свободы. Но чем бы дело не кончилось, вряд ли профессиональный полет господина Рязанцева будет проходить на прежнем уровне. Кстати, слово пенитенциарный происходит от латинского слова раскаяние. Реализация благого начинания, мимо которого не сможет в буквальном смысле пройти ни один саратовец, откладывается на неопределенное время. Речь, конечно, о ремонте дорогого нашего саратовского пешеходного проспекта Кирова. И ведь вроде бы все решили, наметили и обнародовали сроки. Как вдруг оказалось, что желающих взяться за этот гуш среди саратовских фирм нет. Освоить 228 с лишним бюджетных миллионов никто пока не решился. Тем не менее, в Саратской городадминистрации унывать не привыкли и назначили новый конкурс. Пройти он должен 12 августа. А ведь планировалось, что к 10 августа уже полностью демонтируют плитку. Впрочем, пока об изменении сроков окончания работ в целом, то есть до 15 октября, чиновники не говорят. Надеясь на благоприятный исход борьбы гипотетических претендентов за почетное право облагородить облик главной улицы Саратова. Видимо и правда, вера это готовность действовать ради цели, удачные достижения которой не гарантированы. Пожелаем же успеха верующим и Саратовской городадминистрации, и всем нам заодно. Все-таки мы и они как-то связаны, хотя бы общим проспектом. Зато с новым аэропортом, похоже, все окончательно наладилось. Во всяком случае, в медийном поле сплошной позитив. Новости и движухи, как говорят наши более молодые современники, в конце июля-начале августа идут одна за другой. Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта Гагарин. Для работы на новом воздушном вокзале уже массово рекрутируют персонал. По словам губернатора, в штат уже принято полтысячи сотрудников. Южный автодорожный подход закончили. 20-километровую дорогу Саратов-Дубки-Новая Липовка-Аэропорт протестировали лыжероллеры, велосипедисты и тяжелые грузовики. Апофеоз восторга на сегодняшний день – массовый забег по взлетно-посадочной полосе. 2000 участников, более 30 регионов, несколько дистанций, бегущие к светлому будущему земли Саратовской региональные и муниципальные чиновники. И пусть сетевые скептики сетуют, что международный статус «Новый аэропорт» еще не оправдывается, пока ведь планируются полеты только по четырем внутрироссийским направлениям. Главное, что строили-строили и, наконец, достроили и даже скоро откроют. В нынешних саратовских реалиях это уже немало. На фоне громких проектов и больших свершений своим чередом идут маленькие сражения за внимание сочувствующих. Еще одно вспомогательное строение в Саратове украсили изображением нетленного кумира. На стене трансформаторной будки на набережной космонавтов нарисовали Виктора Цоя. Некоторое время назад с легкой руки девушки с активной жизненной позицией Оксаны Волобуевой, которую вдохновили питерские примеры, на одной из сторон неприметного саратовского строения появился портрет любимого ею Сергея Бодрова в роли Данилы Багрова. И вот теперь в Саратове появился символ бессмертия в стиле русский рок, творчество которого любил и Бодров, киногероев которого любит Оксана Волобуева. Поклонение кумирам вещь неоднозначная и может принимать разные формы, но, по-моему, лучше, когда такие. Трансформаторная будка хуже выглядеть от этого точно не стала. Одни отдают почести своим увлечениям, другие не признают кумиров, смело неся над головой собственное творчество. На этой неделе некоторые внимательные саратовцы узнали о существовании местного дарования по имени Павел Петров, он же Пашкет. Самобытный сочинитель многократно отметился на видеоресурсах интернета многочисленными клипами на свои произведения, но хайп поймал на том, что уличил, как ему кажется, одну из подопечных продюсера Максима Фадеева в использовании его сочинения. Экс-участница группы «Серебро», радовавшей саратовских выпускников пару лет назад на Театральной площади Ольга Серябкина, как считает Пашкет, позаимствовала его песни «Дни и ночи» для изготовления собственного шедевра под названием «Я просто люблю тебя». Денег от Молли, как теперь прозывается Серебкина на сцене, а также от ее продюсера Павел не ожидает, но объяснений ими факта плагиата хотел бы. А преданные поклонники Пашкета когда-то хотели отправить его на Евровидение, где серебро уже побывало и заняло третье место. Это я к тому, что одним Пашкет, другим Паштет, одним серебро, другим что-нибудь другое. У всякого явления найдется почитатель, особенно если это явление получше разрекламировать. Ну и о погоде в конце выпуска по старой телевещательной традиции. На минувшей неделе саратцы пережили два самых холодных летних дня за много лет наблюдений. По словам метеорологов, обновились температурные рекорды. Так, 30 июля 1916 года на градуснике было всего 10 градусов тепла. В этом же году показатель снизился до 9,4 градуса. А 1 августа 1960 года температура в ночные часы составила также 10 градусов, в этом году 9,6 градуса. Специалисты говорят, что погода всего августа будет скачкообразной, от достаточно жаркой до достаточно холодной. Из-за причуд погоды пришлось отменить, например, заплыв через Волгу под названием «Река здоровья». Хотя он проводился несколько лет к ряду, и в этом году к его проведению тоже все было готово. Надеюсь, что погода не помешает ни нашей воздушной гавани, в ее нормальной работе, ни каждому из нас в своем личном полете. В помощь нам слова одного английского драматурга. Летать просто, надо только прыгнуть на землю и промахнуться. Желаю вам почаще промахиваться подобным образом. Это отточие до новой виртуальной встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова